Спасибо. Начнем сразу с того, что... Представьтесь, пожалуйста. Я тоже советский балкан, я Болзаев Адмир Юситович. Работаю водителем в администрации. Адмир, Адмир. Начнем сразу, вот здесь говорилось, не будем обсуждать человека, которого здесь нет, который не может ответить прямо. Теперь скажем о человеке, который сидит рядом с вами. Как он предоставлял нам такую свободу приезжать в кабардинские села? Как он сидит прямо рядом, рядом с вами? Пожалуйста, я говорю, вот ему влечом, вот этих стариков, вот этих уважаемых людей на Балкарской улице, в Балкарский театр, на съезд балкарского народа он не пустил. Россия не прав, возразите. Теперь о каком количестве нам равноправий в парламенте мы говорим? Мы можем избрать одного человека? Есть в парламенте один народно избранный? Нет. Формируют комиссии из нормальных, нужных им покладистых людей, куда могут избираться только по партийным спискам. Ни одного одномандатника нету. Ни одного человека народно избранного нету сегодня. Ни одного. О каких проблемах Хасани мы можем говорить здесь? То, что в Хасани дороги плохие. То, что нет, не Балкарий, вода не так пчет. Это мы решим сами. Но здесь мы говорим об общих проблемах нашего народа. Просто о межселенных землях уже сказали много. Я хотел по карте показать. Ну, уже показывать не буду, посмотрите сами, потому что здесь уже говорили много. Вот, просто вот так покажите. Вот так сейчас. Вот эти вот нарисованные, начерченные зеленым, это межселенные земли. А вот эти, синим, это анклавы, это балкарские села, земли балкарцев. То, что осталось, и то введение района. Мы не распоряжаемся ни одним сантиметром земли. Мы не распоряжаемся. Так прям в законе прописано. До разграничения собственности на землю, всей землей распоряжается муниципальный район. Это прописано в законе. Так что у нас здесь сейчас ни одного сантиметра земли. Да, я уважаю, конечно, горе тех людей, которые выступали здесь, которые говорили, вы живете очень хорошо, прекрасно, говорят. У них личное горе. Я сочувствую им. Я понимаю их не горе. Но, да, наверное, я тоже так думал, когда у меня умер отец или умерла мать. Но сейчас наше, наше горе, наша боль, она, вы меня извините, конечно, для этой женщины, но она более весомая, наверное. Это боль народа. Нет у земли народа. Нет земли нет у этого народа. Ни одного сантиметра земли нет. Правильно. Где эти дети? Дай Бог, чтобы их оправдали. Дай Бог, чтобы они жили, как люди, нормально. Где эти дети жить будут? Когда нет у них земли. Без земли нет будущего, вы понимаете. Нету. Спасибо вам. И вам за откровенность.